Друзья, я никак не могу успокоиться от того, что происходит в Беларуси, я прямо вот из колеи выбит. Почему? Ну, близко мне все это почему-то. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Почему я не могу успокоиться? Ну, какие-то личные, наверное, переживания все-таки. Я там был, так случилось, что мы ехали в Литву на машине, и у меня машина забарахлила, там, в общем-то сказать, с двигателем были проблемы. Мы еле-еле дотянули до Минска, и в Минске мы оставили машину, я был вынужден оставить машину в ремонт, там, грубо говоря, мне меняли двигатель. И мы остановились как раз вот между станцией метро Спортивная и Пушкинская, как раз в тех местах, где вчера самые такие жестокие события были. И на метро Пушкинская, вы знаете, погиб вчера человек, потому что, ну, вот так случилось. Я поэтому смотрел все это, и с ужасом был, потому что, ну, мы снимали квартиру то ли вот здесь, то ли вот здесь. Я точно вот пытаюсь вспомнить, но кажется, вот здесь, между Спортивной и Пушкинской. Как раз улица Притыцкого, значит, проспект Пушкина пересекается. Вот здесь на улице Ольшевского у меня был автосервис, в который я сдал машину. Отсюда вот я пешком ходил, вот, и мы пешком ходили, вот, буквально пешком до Кальварийской, вот, до Молодежной улицы мы пешком проходили. Вот Кальварийская улица, здесь мост, мы его переходили. И потом, сколько там машина, три недели там стояла, двигатель из Польши шел, через три недели мы с дочерью приехали, вот, в Минск тоже здесь гуляли с ней и тоже ходили за машиной. Поэтому мне все вот это вот знакомо и близко. Минск очень красивый город был, я думаю, что таким красивым он уже будет не скоро. Вот, ну, а сейчас хочется порассуждать, вообще говоря, но я даже не знаю, поддерживаете вы протестующих или нет, почему, причины каковы и так далее. Ну, причина это, наверное, все-таки обострение в основном экономических отношений. Батька достал всех, но с другой стороны, смотрите, что есть в Белоруссии. В Белоруссии есть именно то, о чем мечтают многие наши сограждане, друзья мои. Я вот что подумал. То есть многие у нас мечтают именно о том, что происходит сейчас в Белоруссии, ни больше, ни меньше. Многие говорят, что приватизацию нельзя было допускать, и это очень плохо. Что сделал Лукашенко, он не допустил тотальной приватизации. Все находится в руках государства. Все находится в руках государства. То, о чем многие мечтали. И предприятия в результате не закрылись, они продолжали работать и продолжают до сих пор. Это государственные предприятия. Кроме того, там разрешена частная собственность и частный бизнес. Я не знаю, насколько он защищен, но он существует, ребята, и там люди зарабатывают деньги, там платишь налоги и делай. Что плохого? Вот я когда разговариваю с людьми, да, они говорят, но, ну, во-первых, акции там купить невозможно. Не то, что как бы американские, но даже российские. Почему? Потому что покупка акций – это инвестиции в иностранную экономику. Батька говорит, ни хрена, никакие акции, ни в какую экономику нельзя покупать. Доллары покупать можно, но только в государственном банке. Доллары можно хранить, там ставка на депозиты достаточно высокая была в долларах. Ну, в рублях никто не хранил тогда, рубли были старые, до деноминации еще это было. Ну, это было сколько там, года три назад, наверное. Вот. То есть, никакой приватизации, полный порядок, все ходят по струнке, никаких там либерастов. А то, о чем, значит, вот наши сейчас мечтают, чтобы никаких либерализма, ничего, значит, все по струнке и так далее. Ну, выборы, я не понимаю, ну, зачем они нужны там просто вообще, выборы при такой ситуации, потому что, ну, что возмутило людей? Людей возмутило вот это вот, ну, хамство, которое было, то есть, ну, вообще, ну, если вы не спрашиваете людей, ну, так и скажите, что, так сказать, как бы, ну, вот, все, значит, у нас царство и так далее. Зачем вот этот вот фарс с выборами? На самом деле, людей возмутило именно вот это. То есть, даже если бы посчитали, вот, я видел, там, по-моему, Эхо Москвы опубликовало фотографии участковых избирательных комиссий, которые уже, значит, накрученные, все такое. И по, судя по всему, по этим фотографиям у Лукашенко, даже по участковым избирательным комиссиям, которые накручены, которые наверчены, значит, там 56% у Лукашенко, 29% у Тихановской, вот. Ну, а 80%, ну, это просто вот цифра такая, сказали 80 и объявили 80, все, то есть, вообще никакого отношения. То есть, ну, во-первых, в избирательных комиссиях никто особо не считал, там, просто вот, ну, как бы, более-менее, сказать, понятно, что нельзя Лукашенко давать меньше. Вот, ну, а с другой стороны, вообще наплевать на все. Вот, я думаю, что именно в связи с этим и вот такие волнения и разворачиваются. Хотим мы этого или нет, я не знаю. Я лично за свободу, можете называть меня либерастом, потому что свобода, ну, как бы по-латынски звучит liberty, это, это свобода, понимаете, и я считаю, что свобода нам нужна все-таки, вот. Но свобода нужна людям, свобода нужна бизнесу и свобода коррупции нам не нужна. А вот у нас как раз наоборот, значит, сейчас идет развитие какое? Свобода, в общем-то сказать, ну, как бы для, ну, как там называется, свобода для своих, а для всех остальных там закон. Вот, поэтому, что будет, я не знаю, но вот мне все-таки, я за свободу и за демократию. Как вы, я не знаю, но, в общем, не знаю, что будет в Белоруссии. Смотрите, Белоруссия это целиком зависимая страна, то есть она находится между Россией и Западом. И они не хотят, естественно, на Запад. Почему? Потому что, ну, если на Запад они идут, то есть вот тогда они должны принять западные ценности, то есть там никакой коррупции, это, ну, как бы там и нет коррупции, но при этом, значит, полная свобода, значит, соответственно, выборы и, соответственно, допуск западного бизнеса в экономику Белоруссии. Что это значит? Это значит, что на корню скупается вся белорусская, все, что было белорусское, становится уже не белорусским. Никто на это не хочет идти, потому что это потеря суверенитета. Вот, а с другой стороны Россия, у которой есть нефть и, значит, с которой вроде как, ну, пытаются договориться, и для, а у России так мало союзников, что, в общем, как бы это взаимовыгодно. И Россия давала постоянно и кредиты, и давала постоянно дешевую нефть. Что сделал Лукашенко? Он построил совершенно шикарные, современные, скажем, нефтеперерабатывающие заводы, которые делают очень хороший бензин белорусский и поставляют бензин и в Польшу, и на Украину, и, значит, там, в Литву. И это очень хороший бензин, реально, и, ну, естественно, значит, так как нефть была дешевая из России, то очень хорошие деньги. А самый рассвет белорусской экономики наступил, когда против России стали применять санкции, значит, в связи с Крымом там и так далее, то тут, в общем, сказать, полным цветом зацвели плантации папайи, значит, бананов, ананасов белорусских. В белорусских морях завелось необычайно много креветок и прочей живности, вот, крабов, вот, и все это, значит, текло прямиком, значит, там, через Белоруссию, значит, там, что надо было делать, просто, буквально, просто отклеиваешь одни упаковки, переклеиваешь, и был сделан в Белоруссии, и все. И на этом, конечно, был рассвет. В Белоруссии я был много раз, в течение, там, лет 20 последних. За это время Белоруссия действительно стала жить лучше, действительно, города чистенькие, дороги аккуратненькие, люди стали одеваться лучше, машины стали лучше, все стало лучше за это время. Но за это, ну, наверное, вот такая вот несвобода и зависимость, ну, по-любому зависимость от России. Вот, после того, как Белоруссия отказывается объединиться с Россией, ну, Путин сказал, что вводим налоговый маневр и больше не будем кормить, значит, там, ну, безвозвратными кредитами. Запад требует, опять же, значит, доступ на рынки и так далее. Ну, а Лукашенко нужно бессрочное правление, он прямо вот четко сказал и правильно, что я, говорит, не мыслю себя не президентом. Я 26 лет был президентом и собираюсь быть им до конца жизни. Вот, и ради этого он готов пойти, насколько я понимаю, на все. Вот такая ситуация, ну, я не знаю, мне лично вот такая ситуация не нравится. Я очень сочувствую белорусам, желаю им успехов. А будут ли они, я не знаю, потому что проблемы-то даже если Лукашенко уйдет, даже если проведут независимые выборы. Но если бы победил, например, Бабарико, да, ну, были бы, наверное, все равно, куда деваться, значит, тесные связи с Россией, никуда не денешься. Может быть, тесные связи с Западом, но как-то более-менее разумно все, ну, и без диктатуры, я думаю. Вот, но как будет развиваться событие, я не знаю. Душа болит, я смотрю непрерывно и вообще нет ни до чего дела. Я прямо вот буквально, так сказать, смотрю, что там творится на Пушкинской, на той же площади, которая мне очень-очень хорошо знакома внешне. Я там был, я там гулял и вижу, что там происходит. Ну, вот как-то вот такое эмоциональное видео. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.